Честь, привет! Простите, что не радую вас красивой картинкой, но скоро буду, обещаю. Я снова в пути. Но на этот раз перемещаюсь в локальное поместо. Я нашел новую работу, которую хотел. Если вы смотрели мое видео, которое было снято больше месяца назад примерно. Я говорил, что хочу новую, еще лучше работу. Так вот, если правильно желать, мечты осуществляются. Но это тема для следующих выпусков. Друзья, а кто из вас путешествует без навигатора, без смартфона, с всеми этими штуками, программами, которые помогают. Вообще, вообще, карты там, ягдояды и прочие, прочие полезные и интересные штуки. Я. Вот мой телефон. Здесь нет ни навигатора, ни Siri-помощника, никого нет. Курва, я сам сейчас подумал, как я вообще езжу по Польше с таким вот аппаратом. Как я добираюсь куда-то. Блин, это ж на самом деле не так-то просто оказывается. Я вот сейчас просто иду, а куда не знаю. Мне нужно найти адрес, и я не знаю, где он. Нового жилья. Но это не здесь, нет. У меня просто истерика, ребята. Я до сих пор не купил себе нормальный телефон, Курва. Ну как так можно в Польше? Ну я не знаю. Я скоро это искал, друзья. Скоро у меня появится хорошая аппаратура, телефон, видеокамера, микрофон. Знаете, как я ориентируюсь? Не по звездам, нет. По табличкам, как в старину. Просто знаю номер, куда мне нужно идти. И иду. А идти мне еще далеко. Может в полчаса. Я рад, я доволен. Вообще сегодня классный день. Вчера классный день. И вообще дни пошли просто божественные. Я не могу, да? Просто люди дивно реагируют вообще. Ладно, я зайду где-то в тихое место, потому что тут очень шумно. И расскажу вам бар за милую историю. Любо послушать будем. Если честно, мне некомфортно как-то снимать на люди. Еще не привык, да. Ну вот, как говорится, и пришли. Ну а мое новое местожительство, друзья, в вагончике. Ну ладно, пошутил, а че вы? Наверное, здесь не часто кто-то ходит. Какая-то пронзорная просто. Ну там дальше тоже собачки, так что мне лучше уйти. Как вы уже поняли, я ушел с той работы. Почему я ушел? Потому что нашел еще лучше работы. Если бы не нашел, то я не уходил бы. Работа была супер вообще. И настал момент, когда мне нужно было расплатиться. В случае, шеф должен был расплатиться со мной. Я так ждал, переживал этого момента, что думаю, блин, как обычно сейчас кинут, недосчитают, там что-то накомбинируют. Да потому что получилось так, что я ушел на неделю раньше, чем он просил. Но я не мог еще на неделю остаться, потому что у меня уже надо было выйти здесь на работу. Уже договорился. Несмотря вообще на то, что я еще остался на проживании, ну два дня там, на выходных. Шеф не рассчитал, конечно. Даже я посчитал неправильно. Но пересчитали вместе и получилось немного больше, чем я ожидал. Я в шоке. Раньше так не было. Раньше мне кидали постоянно. Ну правда, кто? Украинцы. Кременчуг. Луганск. Почему так? Почему так? Господи. Вы прикиньте, это же какой надо было пережить стресс, чтобы выработался комплекс. Мысль о том, что, блин, тебя по-любому кинут. И насколько я был удивлен, когда этого не случилось. Когда все было вообще справедливо, сразу же мне рассчитали и еще не больше дали, потому что я сам неправильно рассчитал. Это просто разрыв шаблона, ребята. Это что-то. Понимаете, это новый уровень. Новый уровень жизни. Новый уровень нормы. Это мировоззрение меняется. Шаблоны просто уничтожаются. Строится другая картина мира. Реально. Это очень важная вещь. И поэтому я сильно благодарен людям за то, что они имеют такие высокие моральные качества. Настолько высоким их уровень. Морали, порядочности. Ну, это не страстатая. Это менталитет. Это закладывалось столетиями. И это, понимаете, все, оно идет от среды, в которой ты живешь, от государства, от державы, от порядков. И это мировоззрение формируется с детства. Я не осуждаю наших украинцев. И в том числе себя. Потому что я отчасти сам такой же. Потому что мы росли в такой среде. Мы росли в 90-е. Вечные перестройки, вечные недостройки. Вечные наемы. Понимаете, что сегодня вот настолько мне прошибло мысль. То, как здесь происходит, это есть нормально. Да? Вот знает, о чем говорит. Кот поляк. Он видал хорошей жизни. Хоть и уличной. И ладно, друзья. До видзения. Субтитры сделал DimaTorzok